Всем привет! Сегодня я хочу рассказать вам про защиту Alpine Stars, которая защищает плечи, локти, грудь. То, что используют обычно гонщики на ралли-рейдах и то, чем пренебрегают ребята, которые тренируются в мотокроссе. В мотокроссе, понятно, нужна скорость и максимальная легкость движений. В ралли-рейдах же мы не можем себе позволить так легкомысленно относиться к защите, поэтому надеваем на себя полностью все, что только можно. И я могу честно сказать, что ребята из заводских команд, таких как, например, КТМ, они используют вот такую защиту Bionic Pro Jacket, также есть Bionic Tech Jacket или Tech Jacket, как у нас больше привыкли называть панологи с мотоботами Tech. Чем они отличаются? В общем, самая мощная это Bionic Tech Jacket. Она оснащена пластмассовыми накладками на плечах, на локтях, спина вот такая вот мощная, с возможностью внимания куска, для того, чтобы можно было соединять это с ошейником. Это я чуть позже покажу. И спереди также большая такая пластмассовая защита, которая защищает грудь. Все это прикреплено вот к такой эластичной ткани, продувающейся, она такую сеточку напоминает. И еще одна возможность сделать эту жилетку, скажем так, точнее, эту куртку сделать из нее жилетку, это вот отсоединить вот эти рукава, здесь вот есть молния, вы ее отстегиваете, и у вас получается только такая вот жилетка с плечами. Самая мощная защита для тех, кто, в общем, не пренебрегает защитой, я рекомендую именно это. Немножко, наверное, жарко в ней летом, когда большие температуры, согласна, но, честно говоря, защита есть защита. У меня у самой очень много царапин на локтях, я в какой-то момент практически перестала пользоваться кроссовой защитой, когда просто пластмассовая такая жилеточка, и перешла полностью на вот такую вот раллиную эндуро-защиту. Несколько слов о более легкой модели, вот как раз которую используют профессионалы в ралли-рейдах. Это Bionic Pro Jacket, ну, есть название тоже, да, понятно, про, это уже как бы подразумевается, что для профессионалов. Она чуть более легкая, у нее уже нет пластмассовых накладок и защитные элементы, которые встроены в рукава, сделаны из специальных такой мягкой штуки, которые становятся твердой при ударе. А так вот, если ее сжимать, она так медленно, потихонечку трансформируется под анатомию вашего тела. Спина такая же пластиковая, также с возможностью вынуть кусочек для того, чтобы совместить с защитой шеи. И здесь уже нет утягивающего пояса для того, чтобы максимально облегчить, облегчить саму эту всю конструкцию. Обычно это все пододевается под куртку, либо под джерси. Удобно, легко, вот здесь вы видите, что под руками, вот здесь под мышками большие прорези для того, чтобы было организму свободнее, чтобы дышало тело. И очень классная, удобная конструкция. В принципе, вот подобной штукой я пользуюсь сама, для гонок. Но вот не именно этой, почему? Потому что есть специальная женская модель. Сейчас я ее покажу. Вот она, женская модель, Bionic Stella Jacket. В общем, она отличается от мужской, как вы понимаете, вот этой специальной передней пластмассовой накладки, которая сделана с учетом особенностей женского организма. Ну, проще говоря, для женской груди она более удобна. А так все то же самое. Такая же спина и такие же мягкие вставки на плечах, локтях. Ну, а здесь еще присутствует утягивающий пояс, который, в общем, помогает также и защищать внутренние органы от жестких сотрясений. Очень часто, вы знаете, кроссмены используют даже специальный отдельный пояс как раз для этих случаев. Ну, сейчас я вам покажу, как это все можно на себя надеть. Вот, вы видите, очень много таких прорезей, которые не стесняют организм. Не мешают рукам двигаться. Вот, собственно, так вот надевается. Застегивается. И поясом так вытягивается. Все, защита сидит плотно, везде прилегает. Основной параметр выбора защиты – это размер, расстояние от талии до плеча. И в книжечках, которые прилагаются в упаковке к защите, там есть размерная сетка. Можно подобрать по размеру. Ну, и идеальный, конечно, все-таки вариант непосредственно на себя это надеть. Главное, чтобы плотно прилегала вот эта вот эластичная, скажем так, основа курточка по руке. И чтобы нигде не перетягивала, не пережимала. Потому что если вам где-то давят, будут пережиматься сосуды, и, соответственно, кровь не будет нормально циркулировать, будут руки забиваться, будет неудобно, будет плохо, будет больно. Это неправильно. Поэтому нужно найти некий компромисс между плотностью, но и в то же время, да, чтобы не сильно не перетягивало. Все то же самое здесь. Все должно сидеть на своих местах. То есть, соответственно, локти должны быть именно в месте, там где локти, плечи, там где плечи. Ну, грудь, да, соответственно, там где грудь. Сильно затягивать пояс, ну, наверное, тоже не стоит, так чтобы, знаете, прямо дышать было невозможно. Все, спина, вот она, видите, она у меня тоже вся на месте. Что еще? Удобно, например, почему я использую такую защиту, теперь даже если тренируюсь и на мотокроссе, у меня есть некоторое количество спонсоров, и очень удобно, что, когда надеваешь джерси, видно все логотипы. И ничего не перекрывается. Вот, и в то же время защищены локти. Я, правда, вам скажу, я очень не любила раньше ездить с налокотниками отдельно, которые надеваются, и до сих пор ими не пользуюсь, потому что они сильно перетягивают руки. А вот именно такая защита, она очень комфортно садится на плечи, на предплечье, и не стесняет движения. Да, чуть жарче, безусловно, но зато больше гораздо защита. И руки остаются целые. Ну и, соответственно, вы видите, что все это выглядит достаточно органично. Так, сейчас я еще вот что покажу. Как соединять эту защиту с ошейником. Защита шеи, Bionic Neck System это называется, или сокращенно BNS. Он вот так вот раздвигается. Для того, чтобы его совместить с панцирем, нужно сзади и спины вынуть вот этот верхний кусочек. Сейчас для этого мне нужно опять снять защиту. И, соответственно, показать вам, как это делается. Это тоже все очень легко и быстро. И не составляет никаких сложностей. Вот, тут видно, отмечена так вот яркой линией. Сверху липучка. И мы просто вот так вот вынимаем эту защиту из спины. Она вот на таких еще защелочках, поэтому придется применить некоторое усилие, но небольшое. И вы видите, что здесь спина становится мягкой, как раз, чтобы на это место лег вот этот вот хвостик от защиты шеи. Сейчас я вам продемонстрирую, как это все уже совместить вместе. Обратно точно вот так же надеваем защиту. Застегиваем. Все поправляем, чтобы все было в своих местах. Застегиваем пояс. И берем защиту шеи. Растегиваем ее. Перекидываем. Все, сзади она должна лечь на вот это вот место, откуда мы вынули кусок пластика. Здесь с боков есть специальные резиночки, которыми мы притягиваем ошейник. Все. И мы видим, что ошейник плотно прилегает по всем поверхностям. Все соединено идеально. Все. И удобство в том, что к этой защите также можно приделать совершенно любую защиту шеи. Из известных брендов они абсолютно нормально между собой сочетаются. Так что, кому я рекомендую такую защиту? Во-первых, людям, которые начинают заниматься мотоспортом внедорожным. Потому что в самом начале, конечно, очень много падений, причем таких достаточно нелепых. Когда люди падают, царапают себе локти, плечи, лучше, конечно, максимально защитить себя. Для таких людей я рекомендую максимальную защиту Bionic Tech Jacket, которая имеет вот такие мощные плечи и локти. Опять же, когда вы уже будете чувствовать себя более уверенно и поймете, например, что защита локтей вам уже не так актуальна по каким-то причинам, вы можете ее отстегнуть и ездить в такой же летке. Для тех, кто участвует, опять же, в раллирейдах, это основная защита. В другой защите в раллирейдах не ездят, только в полностью вот такой вот защите с локтями, с плечами, потому что на большой скорости очень часто, если ты падаешь, то просто собираешь все, что попадается на пути. Камни, песок, ветки, не знаю, что-то еще. Поэтому все это очень нужно. Если вам все-таки критичен вес, то выбирайте Bionic Pro Jacket. Он полегче, он с такими мягкими вставками и у него нет вот этого вот пояса. В остальном уровень защиты тоже большой, хороший, никаких проблем с этим у вас не возникнет. Ну и, соответственно, для девушек вот такая защита Bionic Stella, которая специально сделана для девочек. У них своя размерная сетка. Они, конечно же, более такие маленькие, аккуратненькие, потому что у девочек обычно какая проблема, они не могут ничего себе подобрать. Потому что мужские или унисекс вещи, они, как правило, даже самого маленького размера, некоторым становятся большие, когда их начинаешь мерить. И нужно искать уже что-то такое конкретно девчачье. Поэтому вот я лично для себя как раз такую защиту выбрала. Хотя, в принципе, вообще как-то вот не люблю пользоваться именно такими женскими штуками, которые производители делают. Потому что, в моем понимании, мы обычно для женщин делают какой-то упрощенный вариант. В данном случае вот эта защита Stella, она сделана абсолютно точно так же, как и мужская, с такими же абсолютно материалами. Поэтому можно ей доверять абсолютно на 100%. Продолжение следует...